Распространение коронавируса в Эстонии продолжает уменьшаться. Согласно данным, за прошлую неделю было выявлено 635 новых случаев заражения COVID-19. Это на треть меньше, чем недели ранее, когда инфекцию обнаружили у почти 900 человек. Кумулятивная заболеваемость снизилась со 183 до 115 случаев на 100 тысяч населения. Этот показатель превышает 200 случаев только в Алговском и Идовирусском уездах. Но и в этих уездах кумулятивная заболеваемость за неделю сократилась почти вдвое. Число госпитализированных с коронавирусом также за неделю сократилось со 120 до 97 человек. И можно сказать, что тенденция к снижению заболеваемости сохраняется уже 11 недель подряд. Это показывают данные, указывающие на то, что число людей, прошедших вакцинацию, также растет и уже сейчас перевалило отметку за 500 тысяч человек. Но между тем нужно понимать, что повода расслабляться пока что нет, и тому есть свои причины. Расслабляться еще рано, потому что у нас провакцинирована одну из доз и только 38 процентов населения. И этого маловато для достижения коллективного иммунитета. Поэтому люди должны помнить о том, что не надо забывать о правилах инфекционной безопасности. Не будет лишним напомнить, что правительство отменило требования соблюдать меры безопасности, но оставило в силе рекомендации их соблюдать. Особенно это касается многолюдных мест, будь то магазин, торговый центр или общественный транспорт. Здесь все же лучше постараться набраться терпения, какое-то время маску все еще носить, хотя теперь каждый сам принимает такое решение для себя. Если вы находитесь действительно в местах большого скопления людей, то целесообразно использовать маску, чтобы защитить себя хотя бы от больших капель, потому что по-прежнему люди чихают, кашляют в транспорте. И поэтому транспорт остается местом такого наиболее вероятного риска заражения. Растущее количество людей, получивших вакцину, дает существенную надежду полагать, что предстоящей осенью урон от вероятной третьей волны коронавируса будет гораздо менее ощутим, чем это было нынешней или прошлой весной. И все же нужно понимать, что, по мнению представителей Всемирной организации здравоохранения, не стоит тешить себя надеждой, что вирус полностью исчезнет благодаря вакцинам или лекарствам. Международные эксперты уверены, что будут появляться новые штаммы, вспышки заболеваний, новые очаги инфекции. Нам придется научиться жить с этим, а для этого желательно помнить, что ограничения не отменили, их только смягчили. И в наших силах сделать все, чтобы их в итоге отменили бы полностью. Сергей Овченков, Роман Васильев, Новости Таллина.